Продолжение следует... 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 В Мадхоре есть Вишрам Гад, Кришна Гад. В том месте Парашара Муни хотел переплыть, пересечь Ямоны. Раньше как пересекали? С помощью лодочников, но никого не было вокруг. Кто бы мог помочь Парашаре Муни пересечь Ямону? И тогда он начал взывать, есть ли кто-то, кто поможет мне пересечь Ямону? Тогда один из лодочников сказал своей дочери Сатевати, ступай, помоги этому мудрецу пересечь Ямону. Когда Сатевати перевозила Парашару Муни, то он, будучи необычной личностью, понял, кто такая Сатевати. Сатевати родилась от рыбы, поэтому ее называли Мадсе Гандха. Дословно Мадсе Рыба, Гандха, запах. Как же возможно, чтобы рыба родила человеческое существо? Вы когда-нибудь слышали о таком? Чтобы от рыбы родился человек. Как это возможно стало? История следующая. Был у Паричара Васу. Он потерял свое семя, и его рыба выпила семя. Рыба была необычная. Ранее она была Апсарой, но по проклятию одного из риши стала рыбой. И по желанию Господа, эта рыба, которая ранее была Апсарой, выпала семя у Паричары Васу. И когда это семя попало внутрь рыбы, она стала беременной. Когда затем рыбак вытащил эту рыбу, он спорол ей брюхо и увидел там прекрасную девушку. То есть это была Сатевати как раз. Она была очень красива, ведь она дочь самой этой рыбы, которая на самом деле Апсара, и у Паричары Васу. Но поскольку она родилась от рыбы, эта девочка, ее тело источало неприятный рыбный запах, поэтому ее звали Мать Сяганха, то есть та, кто пахнет рыбой. Такова история Сатевати. Паришара Муни, когда Сатевати перевозила его, увидел все это своим божественным зрением. Затем он соединился с Сатевати. И благодаря их союзу родился Ведавьяса. Как его зовут? Кришна Двайпайна Ведавьяса. Кришна, потому что цвет тела Ведавьяса такой же, как у Кришны. Темный Двайпайна, поскольку он родился на острове. Ведавьяса, поскольку он разделил Веды. И получается, что Сатевати родила его, не находясь в браке. Ну, это не очень удобное положение. Ведь ее бы осуждали тогда, как она не в браке. До брака еще вступила с кем-то связь и родила ребенка. Ее бы осуждали на это. Но Парашара Риша сказал ей, не переживай, твой сын в будущем прославит тебя. Не волнуйся. Твоя репутация не пострадает. Твой ребенок станет причиной не твоей дурной репутации, а напротив, твоей славы. Такое благословение дал Парашара Муни. Кроме того, он дал ей благословение. Ее запах рыбный, исходящий от ее тела, сменился на прекрасное благоухание. В Махабхарате мы видим, что Шантана, царь Шантану, почувствовал этот прекрасный запах, исходящий от тела Сатевати, находясь на большом расстоянии, и стал двигаться на этот запах. И затем же, придя на запах, увидел Сатевати, получил ее даршан. Кто такой Вьясадева? Калаяхаре, то есть Кала-Анша, частичное проявление Бхагавана, Шахтя-Авеша-Аватара. Своим божественным зрением он видел, что наступает Кали-йога, Кали-йога — это время, когда разум людей постепенно ослабевает. Ранее книг не было. Дети учились в Гурукуле. Там они изучали Веду, Упанишады и другие трансцендентные писания. Они все запоминали сразу. Почему? Потому что они следовали Брамачарии. И кроме того, все было чистым. Сейчас чистоты уже нет. Сейчас везде, например, используются удобрения, чтобы дал и другие продукты выращивать. Используются химикаты. Поэтому чистота теряется. Кроме того, раньше люди следовали Брамачарии, поэтому их память была сильной. Но сейчас смартфон или другие нововведения туманят разум, и люди уже не следуют обету безбрачия Брамачарии. Кроме того, девочки раньше в школе не учились. Они занимались домашними делами. Даже сейчас это сохранилось. Например, в одной деревне я давал девочке посвящение. Спросил, умеешь читать, писать. Она говорит, нет, я в школу не хожу. Я занимаюсь домашними делами. Города я сказал, поэтому и Брак у тебя счастливый. Ну, потому что нет лишних знаний. Итак, девочки занимались только ведением дома. Не ходили в школу. То есть мальчики и девочки не пересекались, потому что мальчики были в Гурукуле. Они находились в Ашраме, в жилище своего духовного учителя. Следовали обету безбрачия. Благодаря этому сила их памяти была очень высокая. Ранее, 25 лет, сначала люди жили в Гурукуле. Их будхи, их разум потом был очень сильный. И ведов Яса знал все это, но он также понимал, что скоро наступит кали-йога, и память ослаблен. Сейчас, даже если люди идут на рынок, в магазин, им нужно купить всего 2-4 продукта, они все равно записывают, хотя, казалось бы, 2-4 продукта, что сложно его запомнить, но не записывать, потому что память уже не такая, как в прежние времена, в прежние эпохи. Поэтому Ясадев разделил единую веду на 4 части. Яджор, Рик, Сама и Адхарба. У него было 4 ученика, которым он поручил эти 4 части веды. Пайло Риши стал учителем Рик-веда. Джаймени ему была поручена Сама-Веда. Вайшам Пайна был знатоком Яджор-Веда. Суманте-Муни Адхарба-Веда. А Сута Касвами затем говорит про своего отца. Мой отец, Рамахаршина, он был хранителем всех Пуран и Итихас, то есть исторических хроник. А что же о женщинах, о шудрах и друзей дважды рожденных, то есть тот, кто возвышенное рождение имеет, но не достает им квалификации. Для них была составлена 5-я Веда, Панчима-Веда, Махабхарада. Но даже проявив все эти писания, на берегу реки Сварасвати в Ясадеве сидел, погруженный в печальные дома. И тогда по воле Бхагавана туда явился Нарада Риша. Когда Нарада пришел в это место, Ясадев получил даршан своего гуру и очень обрадовался. Гуру пришел. Поэтому Ясадев поклонился своему гуру, предложил ему присесть. Почему такое почтение? Кто такой гуру? Гуру все знает. Если гуру приходит в нашу жизнь, это повод для радости. Гуру пришел. И Ясадева также радовался. Гуру пришел Нарада. Он устранит все мои сомнения, развеет мою печаль. И Нарада, в виде состояния Вьясадева сам начал спрашивать. Нарада сказал, О, Вьясадева, выглядит так, что твой ум не удовлетворен, что ты опечален. Гуру же так и есть. Ради благополучия душ я проявил так много Вьяту Паниша от Поран. Описал так много всего, но внутри своего сердца я не чувствую радости. В чем же причина этого? Что-то я упустил, но я не могу понять, что это. Возникает вопрос, кто только в Ясаде, сам Нарайана, сам Господь, Шахти Абеши Аватара, Господа. Как же так получается, что сам Господь не знает, что он написал, чего не хватает, чтобы души стали счастливы. Мораль этой лилы такова. Духовные знания Брама-Виде обретаются только по Гуру Парампари, по цепи ученической преемственности, самостоятельно не обрести такое знание. Таково учение данной лилы. Кроме того, кто такой Вьясаде? Пишаевиграха. Анарадакто? Ашраевиграха. И как Пишаевиграха, он, естественно, не знает всего. Шива говорит Ахам-Вейт-Мешока-Вейт Вьяса-Вейти Навейти-Ва Бхакти-Бхагаватам Грахям-Набудхия Начатикая. Говорится Васа-Вейти Навейти-Ва знает Вьяса-Бхагаватам, не знает Вьяса-Бхагаватам, неизвестно, говорит Шива-Чи. Почему? Потому что он тот и наслаждается. Он Вишаевиграха, а не Ашрая-Виграха. И Нарада тогда начал говорить о причине неудовлетворенности Вьяса-Дева Бхаватану Дита-Праям Тоже просим Гурдев записать эту шлоку. Туда Бхагаватам 1-5-8 Записывайте. Бхаватану Дита-Праям Записывайте. 1-5-8 Бхаватану Гурдев диктует эту шлоку. Это одна из шлок и еще одна шлока. Следующая шлока Бхагаватам 1.5.9. Нарада объяснил в Ясадеве, ты потому несчастлив, потому что не описал то, что дает подлинное счастье. Ты не обрел удовлетворения, потому что что ты описал? Дхарму, арха, каму и мокшу. Как зарабатывать деньги, исполнять свои обязанности, отправиться на райские планеты, наслаждаться. Дхарма, арха, каму. То есть, по сути, временные обязанности. Например, ты указал, как люди могут предлагать даже мясо своим предкам, затем принимать это и не получать греховной реакции. Или ты рассказал, что можно в этом мире наслаждаться, и затем уже, присытившись, вступить на путь отречения и совершать Бхагавану. То есть, ты говорил о незначительном, о семейных обязанностях, о мирском, но не уделил должного внимания Бхакти, Шудха Бхаджина, чистой преданности Господа, божественным играм Господа. В должном мире ты это не описал. Гурутеф, ну как же так? Сказал Есаделу. Разве не сказала Господи? Вишну Пурану проявил, Падму Пурану, другие Пураны, где очень много повествований о Господе. Да, ты это написал, сказал Нарада, но ты в должной мере не проявил славу Господа, Ядхармады Ишчардха. То есть, насколько ты много усилий посвятил тому, чтобы раскрыть мирские вещи, столько усилий ты не приложил, чтобы в должной мере раскрыть яш, славу Господа. Кто такие садху? Они подобны лебедям на манасе саровары. Чем питаются эти лебеди? Нектаром из стеблей лотоса. Если какие-то писания содержат очень красивые литературные приемы, возвышенную речь, но там не говорится о Господе. Но такие изысканные слова, столь возвышенная речь, такие красивые литературные приемы, такие писания, не раскрывающие славу Господа, садху не принимают. Но если другие писания не столь изысканы по речи, они не такие возвышенные с литературной точки зрения, но там говорится о Господе, вот эти писания, повествующие о Господе, садху принимают, хотя с литературной точки зрения они не столь изысканы. То, что не содержит славы Господа, не обладает подлинной красотой. И поэтому Народай сказал в Ясадеве, в должном мире ты не описал славу Господа. Ты сказал, когда будет отречение от мирского, когда присытитесь мирским, тогда совершай Господа. Тогда совершай Баджин Господу. Но спросите людей, что у вас, рождается отречение от мирского? Нет. Столько проблем, столько майя бьет. С женой ругаются, дети не слушают. Проблемы в семье. Но что, рождается отречение? Нет. Наоборот, Асакти к миру не прекращается. Во Вриндаване, посмотрите, есть Радышям Аштрам, там пожилые люди сидят, играют на караталах. Спросите их, историю их жизни. Почему они живут там? Они вам расскажут, что сын женился, начал их ругать, невестка начала бронить. И от этих ссор они сбежали. Но что они делают? Они живут там, потому что могут обрести там покрывало, одежду, деньги. То есть, привязанности, по сути, остались. Они их ругали, их оскорбляли. Они оставили свой дом, но привязанности так и не покинули их. Сколько бы майя не наказывала, все равно привязанности остаются к материальному. Поэтому народа и говорит в Ясадеве, ты сказал, наслаждайтесь, а потом уже в конце, когда присытитесь, совершайте баджан Господа. Ну, разве это возможно? Разве это практично? Нет, ты должен объяснить, что пока шудха бхакти, чистая бхакти, не начнет душа совершать Господу, она счастье не обретет. Поэтому прояви шриман Бхагаватам, потому что именно Бхагаватам подарят подлинное счастье душам. Нарада дал такие прекрасные наставления, и затем в конце он рассказал о своей жизни, как он, Нарада, стал возвышенным преданным, по чьей милости он стал святым, как получилось, что он с самого детства испытывал ручь и привязанность к Господу. Вишнанадхи Чикарварти Дакур объясняет, что Гуру о чем рассказывает, в том числе о своей жизни, как Гуру стал садху, как он ступил на путь в бхакти, как он служил Гуру Вайшнавам, как он совершал бхакти, как он провел свою жизнь в служении Господу. И поэтому Нарада по такому же примеру рассказывал о своей жизни, как он стал садху. Об этом мы послушаем завтра, о том, как Нарада стал святым. садхи-тананг, паванепхо, ваисневепхо, наманам. садхи-тананг. Садха. Садхи-тананг. Продолжение следует...